Завершается первый день Восточного экономического форума. Сегодня его участники обсудили проблемы евразийского экономического сотрудничества, функционирование территории опережающего развития, инвестиционный потенциал Дальнего Востока, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. В работе форума принимает участие глава Якутии Егор Борисов. Подробности смотрите далее. Второй Восточный экономический форум проходит со 2 по 3 сентября во Владивостоке. В нем участвуют делегации из Китая, Японии, Республики Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и ряда других стран. Центральное событие форума – сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абе и президента Республики Корея Пак Кэнхе. Делегация Якутии принимает активное участие в мероприятиях форума. Назначены ряд встреч и подписаний с российскими и иностранными партнерами, а также работа в ключевых сессиях форума. Сегодня при участии главы республики прошло открытие Евразийского алмазного центра. Инициатором выступила Алроса. По словам Андрея Жаркова, общий объем инвестиций в создание алмазного центра может составить до 450 миллионов рублей. Наши алмазы уезжают за границу и продаются в других странах, в других городах. Там же в других странах и других городах происходит оградка. Уверен в том, что Богом данное преимущество Российской Федерации должно использоваться. Мы должны научиться продавать алмазы, делать из них бриллианты, делать из бриллиантов ювелирное украшение. Сразу после открытия было подписано соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока, Российской Федерацией и алмазной компанией «Алроса» по разработке верхнемункунского месторождения. Объем частых инвестиций по этому проекту составит порядка 63 миллиардов рублей. Символическую вагонетку с пробной партией угольного концентрата вместе запустили Егор Борисов и гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Проект государственно-частного партнерства с этой компанией по развитию угледобычи является одним из основных представляемых республикой на форуме. Это исключительный пример сегодня на территории Российской Федерации государственного частного партнерства. Сегодня Якутия представляется одним из самых качественных уголем в мировой конъюнктуре, в мировом рынке. И сегодня запасы уголя в Южной Якутии самого прекрасного качества углей составляют 49 миллиардов тонн. В рамках насыщенной программы деловой части форума было также подписано трехстороннее соглашение между правительством Республики Саха Якутия, Министерством природных ресурсов и компанией «Алроса» в рамках выполнения мероприятий по проведению в 2017 году года экологии. Программа следующего дня работы форума предполагает ряд встреч и подписание соглашений с российскими и иностранными партнерами, а также участие в ключевых сессиях форума. Стас Михайлов, НВК Саха, Приморский край, Владивосток.